Субтитры подогнал «Симон» 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 И буду читать и на российской мове, и мою собою Библию на российской мове. И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали с Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили, что же ты или я? Он сказал, нет, пророк, он отвечает, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославших нас? Что ты скажешь о себе самом? Он сказал, я глаз вопиющего в пустыню. Я бы сьогодні хотел поговорить с нами про нас, про нашого Господа, про наше життя. Ви знаєте, кожна людина задає собі питання, і кожній людині також дають питання. Коли ми молодші, нам легше відповідати. Коли ми старші, нам трудніше. І ось до Яна Христителя прийшли люди, яких послали, щоби знати, чому він проповідує, чому до нього люди так тягнуться. Ви знаєте, йому задають питання. Хто ти? Я не знаю, коли вам приходилось. Но коли я розмовляю зі своїми дітьми, і ви згадуєте, я сьогодні бачу багато молоді, задаємо питання. Хто ми? Ким ми станемо? Діти дуже мріють бути вільними, незалежними, тоді як їхні батьки хочуть повернутися в дитинство. І коли мені в дитинстві задавали питання, ким ти станеш, то я говорив лікарем, інженером, космонавтом. Скажіть, є багато космонавтів, інженерів потрібно? І як багато тільки мріяли, і ніколи ними не стали? Як часто нас запитують, хто ти? І ми знаєте, що говоримо. Не то, ким ми є, а ким ми хотіли стати. І коли особливо ми попали в другу країну, про нас мало знають, і коли запитують, хто ти? То мені дехто говорить, як з України і з Росії приїжджають, це одні лікарі і інженери. Але ви знаєте, не раз наші мрії рожеві залишаються мрією. І ми приходимо на кладовище наших мрій. І ви знаєте, не тоді, коли нам 16-14. І каже, в нас була мрія. Але вона ніколи не здійснилася. І приходять до Яна Христівського і питають, хто ж ти? Розкажи, щоб ми знали, щоб сповістити, хто ти є насправді. Ви знаєте, Йому задають питання. Ти Христос? І інше. Ви чули, я не буду повторювати. Він каже. Я. Гонус. Ну, знаєте, сьогодні, дивіться, зал заповнений. І я думаю, що нам приємно щось сказати. Ну, прозвучав голос. Ну, скажімо, на конференції, де багато людей його почули. Ну, правильний голос. Але Іоанн Христівський каже, я голос. Який кричить в пустинь. Я, користуючи на году, запрошую вас відвідати нашу Бритіш-Колумбію. Я колись передавав із соняшного Тернопіля. А сьогодні придаю поздоровлення із соняшної Бритіш-Колумбії. Запрошуємо. І коли ви приїдете до нас, то ви можете, знаєте, в горах так голосно заговорити чи вигукнути. І воно буде відгукуватись. Але коли вам приходилось бути в пустинь, і коли ви закричали, Іоанн каже, я навіть не той, який кричу. Я голос, який як іскра піднявся вверх і швидко потух. Іоанн Хреститий. Він бачив себе таким, бо наближалось світло. А Христос за нього сказав, народженими жінками не було більше, чим Іоанн Хреститий. Він не вправ депресію, він вказівним пальцем вказав на Місію. В мене багато часу немає. І дивлячись на молодих людей, я знаю, що кожна у вас є мрія, яку ви кладете ваше ща, вашу долю. І молодий чоловік, який збирався одружуватись, рішав своє питання одруження, він шукав собі дружину. І кому не хочеться мати саму найкращу, саму найлучшу? Інколи підходять до нас молоді люди і кажуть, подивися, оця дівчина, саму найкраща. Ну, я кажу, я не можу так сказати, що саме найкраще. Для тебе це насправді так. І він відшукував знайти людину, з якою можна прожити в житті. І ви знаєте, прийшов момент, коли він шукав, зайшов в бібліотеку, віднайшов одну із книг, відкрив життєву книгу. Тому що він хотів якісь якості знайти і в собі, і в другій людині. І на подив, коли він почав її читати, він зрозумів, що в цій книгі хтось перед ним читав. І в них дуже багато зроблено підкресли. І червоним олівцем були підкреслені досить цікаві думки. І коли він більше і глибше читав, він зрозумів, що в чиїхтось руках була ця книга. І те, що йому подобалось, подобалось іменно і цій людині. І знаєте, він вирішив віднайти. І думає, а хто? Можливо, це дівчина. Можливо, та, яку я шукаю. І в нас багато буде спільного. І він почав розпитувати, взяв деякі підписи, які були там, хто читав цю книгу, і починав перезвонювати, щоб знайти, щоб підійти і познайомитись ближче. І ви знаєте, пройшов час. Він знайшов ту людину, до якої він зазвонив. І знову задавав ті ж питання, які для тих, які були перед нею. Чи ви читали, чи ви цікавилися? Так, вона каже, я читав, а почув жіночий голос. І дуже, такі, знаєте, дзвінки. Відчувається, що це молода людина. І він каже, чи ви випадково не підкреслювали думки в цій книгі червоним лівцем? Вона каже, так, насправді, я це робила. А чому воно так вас вразжило? Чому ви так захопились? Це, каже, друге питання. Я хочу трошки з вами порозмовляти, тому що в нас дуже багато спільний. І проходив час, вони знову і знову дзвонили, і все цікавіше і цікавіше. І проходили вже навіть місяці. І вони вирішили, один раз він відважився, і каже, я би хотів з вами зустрітись, познайомитись ближче, хто ви є, ви зрозумієте про мене, і вони домовилися в центрі міста, зустрітись. І знайшли, що біля фонтану, де всі знають, і вони знають, вони вирішили зустрітись. І ви знаєте, коли вони прийшли на це місце, він перший прийшов, раніше від всіх, і він дивиться, що з їхньої домовленості, щоб вони знали, хто це буде хто, дівчина зробила предложення, чи жінка, чи людина з другої сторони телефона, дала таку пропозицію, що я буду стояти з квітом, і ви будете знати, хто ця є особа. І коли він прийшов, в нього були вже свої рожеві думки, бажання, уява, як не раз ми її будуємо в нашому житті. І коли він подивився, стояла жінка, руки 55, досить гарна на вигляд, приємна, і він на який-то час розгубився. В його серці стало трошки сумно, йому було приємно зустріти цю жінку, але він розумів, що не всі питання, які в нього є, може задовільнити іменно ця особа. І він на який-то час роздумав, просто дивився. Він знав, що ще час в нього є, він спостерігав з боку і помаленько приближався до цієї особи. Але в цей час біля нього проходила молода в його віці дівчина, яка дивилась його сту, яка вдивлялась його очі, навіть сміхалась до нього. Він зрозумів, що ця людина ним цікавиться, з вигляду досить гарна, і вона, не мов би, кликала за собою. Просила, що, будь ласка, ми можемо познайомитись, можеш зі мною заговорити, є якесь розположення. Він глянув на часи. Прийшов час, коли він повинен зустрітись з тею, з ким він домовився. І в нього став випір. Чи піти за цією дівчиною, яка піде в місці, якому до півмільйона людей, і, на жаль, він потім її ніколи не знайде. Або підійти до тієї жіночки, яку він пообіцяв. І в цей час дивилась на нього ця дівчина. Вона призупинилась, обернулась і дивилась його стор. В її душі щось відбувалось і в ньому. Він на який-то час подумав і потім твердо підійшов до тієї, яка тримала квіт. Він зрозумів, що довший час він розмовляв, він говорив про великі якості. Прийшов час випробу цих якостей, про яких він свідчив, висвітлював, сілю знайшов цю людину. Підійшов, представився, і каже, дуже мені приємно, що я з вами розмовляв, а тепер можу вас бачити. А вона каже, мені також дуже приємно з вами познайомитись, тільки я вас хочу сказати, що я не є та особа, з якою ви розмовляли. Я є та особа, яка стою з квітами. Моє задання вказівним пальцем показати вам ту особу, яка вас вже чекає. Вона повернулася, вона повернулася, і пішла вперед. Він за нею, підійшли в ресторан, і він побачив цю дівчину, яка встала, підійшла до нього, і сказала, насправді, я зустріла ту людину, тому що я багата, я знатна в місті, про мене дуже всі знають, я не могла довіритись, що мене просто хтось може покохати, хтось може просто полюбити. Ви, любі браткі сестри, можливо, ви не стали письменником, ви не стали інженером. Я хочу сказати, наше завдання на цій землі представити нашого Господа, Він вирішує всі наші питання. Ми в нашому житті стоїмо сквітами, на дорогах життєвих, де стільки розпачу, де стільки зради і сліз, де стільки хвороб. Ми не маємо зусиль і влади, але ми можемо, як Іоанн Христитель, нашим життям вказати. Ось Він, мої любі брати і сестри. Я закликаю нашу молодь самого себе не засвітитись на кафедрі, щоб знали наше ім'я, не служитись собі через сцену, але представити Господа нашого, Ісуса Христа, Його велич, Його благословіння. Я вірю, що у Господа є Слово сьогодні на це богослуження. Нехай на башення Оливі Духа Святого зійде на народ Його, на наше життя, чи ми в школі, чи ми вдома, щоб ми не показали нашу порядність. Щоб ми могли вказати на Господа, який є скеля нашого життя. Перед нами мовитва. Я запрошую усіх вас, щоби вийшовшись з цієї конференції, ми зрозуміли, що в цьому житті ми представляємо нашого Господа. Куда б ми не пішли, в нашій розмові, в наших відношеннях, в нашому бізнесі. Мої любі брати і сестри, я сьогодні хочу зробити виклик собі і вам. У нас дуже, знаєте, часто такі вислію кажуть. Покаявся, покаявся, досягнув. Кажуть, не гріпши, а скажіть, щось треба робити для Господа. Господь покликав нас до якоїсь праці. Як ви думаєте, ми вже трошки прожили в Канаді і був час, коли ми дивились, що хтось виставляє щось на вулицю і ми його несли додому. Ви пам'ятаєте цей час? Дивилися, щоб ніхто не бачив, сусіди, можливо. Думаєте, воно здасться. Прийшов час, ви прожили 10-15 років. Скажіть, будь ласка, у вас появлялась холодильник, стиральна машинка, ще якісь речі. Вони з вами не сварилися, вони вас не обіжали, ви могли на них квіти поставити, сісти на них, але коли вони не працювали, що ви з ними зробили? Винесли і виставили на вулицю. Мої любі, брати і сестри, ми так часто кажемо, питаєш, що ти робиш для Господа? Він каже, я не вирішую, я нічого поганого не роблю. Ви знаєте, якби раба спитати, що ти робиш в своїй праці? Та я, знаєте, вікон не б'ю, хату не палю своєму хазяйні. Хвилинку, я не питаю тебе, що ти не робиш. Я питаю сьогодні, що ти робиш для Господа, для Його царства, для того, щоби вказати, що є відповідь в наших долях, що є той, який обтирає наші сльози, є той, який розлучені сім'ї з'єднує. Алілуя нашому Господу! Він залишається живим, реальним і діючим в нашому житті. Мої любі брати і сестри, це не фантастика. Я сьогодні хочу, щоб наша молодь знала живого Бога, реального, діючого, спасаючого, той, який виходить в питаннях нашої долі, наших судьб. Я хочу тобі сказати, що сьогодні ти потрібний Господу. Сьогодні Господь дивиться на цій конференції в пильно ваші очі. Кого б? Хто б пішов? Хто б вийшов? І сказав, ось я, Господи, ви знаєте, Господь в останніх главах Матвія каже, поєдношенні до церкви, до віруючих людей, він там не сказав, що вбивці, грабителі в царство Боже не входять. А скажіть, будь ласка, що він сказав? Не зробили! Ви чуєте? Якщо ми не зробили для кого? Для ближнього. Хто не зробили для Господа? Мої любі брати і сестри, я би хотів би, що сьогодні Дух Святий показав нам і ми побачили в ближньому нашому Господу. В чиїсь долі, в чиїсь хтось в сльозах. Перед нами молитва. Я затрошую усіх нас, молодь, якщо протягом цього служення Дух Святий говорить сьогодні до тебе, щоби ти посвятив себе для Господа. Я чую, ти в своїй душі і в серці говориш, тільки не мене. А звідки ти знаюш, що сьогодні Господь тебе не кличе? Звідки ти знаєш, що завтра ти не станеш евангелистом? Той, який стане квітами на перехрестках доріг і скаже, ось цей агнець, який прийшов на цю землю. Мої любі брати і сестри, я хочу сказати, пісня не в нас, а в Господа. Я хочу сказати, ми є інструменти, мелодія неба, не в інструменті, не в віці, в якому ти сьогодні сидиш. Я знаю, що мене Господь покликав в дев'ять років, коли мого батька виводили поліцейські чи миліція. Я вийшов в очках, яких зробив з дротиків, бо вірив, що проповідник повинен бути в очках. І сказав, я не знав, що сказати, як заспокоїти маму, яку плакала батька, який прощався своїми дітьми. Я сказав, «Тато, якщо ти не вернися, я хочу, щоб ти знав, я буду продовжувати ту працю, яку ти почав. Діти, ви не знаєте, з якого часу посвятили ваші батьки вас, Господу. Ще можливо, в той час, коли вони родилися, коли вони, тільки сім'я з благословення, вас чекали, вони вас посвящали. Вони болились, вони казали, це євангелись, це буде співачка. Посвятити Господу. І Анна. Анна посвятила Господу. Самоїла. Ви знаєте, що таке посвятити? Вона привела його в храм. І додому верталась одмага. Я знаю, ти сьогодні маєш бізнес, ти маєш працю, в тебе були великі плани. Але я хочу сказати, Господу потрібні люди. Господь сьогодні дивляється в ваше обличчя, в ваші очі. Він прийшов в свій виноградник, і ви знаєте, що шукає? Пліт. Він протягує свою руку. І ви знаєте, благословіння, помащення оливи Духа Святого, благословіння в цьому служенні і в цій молитві, не тільки для того, щоб ми потішились, но цей сік життя для того, щоб ми передали вмирающому поколінню, нашим дітям і внукам, щоб ми сказали, є живий Бог, є спасаючий, а лінує йому. Я вірю, що тут сидять пастера і евангелисти. Я знаю, що у Господа є ті, які сьогодні стануть і скажуть, я посвящаю своє життя Господу. З цими словами я запрошую до молитви. Пристанем перед Господа і будем молитись. Чудне ім'я відкрилося нам люди, вново платила святая любовь. Двадцять веков те, кому трудно мир находили в нём. Скільки проблем в этом мире быває, їх не решить тебе самому. І ми не м'ятим Тебя призываю і с ними я к нему йду. Я так хочу Твоє имя, Ісус, постоянно твердить. Любовь в виде Твоє имя, Ісус, мне жизнь дарить. Твоє имя, Ісус, постоянно твердить. Любовь в виде Твоє имя, Ісус, мне жизнь дарить. А я с Тобой, моєм сердце покой, я хочу быть с Тобой, постоянно с Тобой. І я счастью, да спорь, що я Твой. Счастье земное так радко бывает, платимо за счастье ми будемо ценой. Удовольствие обязательно скажет, час не вернёшь ты Твой. Нас Исусом так не бывает, если Он дал, то навсегда. Якщо Твоє имя, це не знаєш, Тебе угрожає беда. Я так хочу, Твоє имя, Ісус, постоянно твердить. Любовь в виде, Твоє имя, Ісус, мне жизнь дарить. А я с Тобой, моєм сердце покой, я хочу быть с Тобой, постоянно с Тобой. Моєм сердце покой. Я хочу быть с Тобой, я хочу быть с Тобой, постоянно с Тобой. Я счастлив, Господь, я хочу быть с Тобой, я хочу быть с Тобой. И земное нам Иисус подарил. С новою жизнью, новим сердцем, новые мысли, новое все. И неужели на свете Ты знаешь лучшее имя еще? Я так хочу, Твоє имя, Ісус, постоянно твердить. Любовь в виде, Твоє имя, Ісус, мне жизнь дарить. Когда я с Тобой, моєм сердце покой, я хочу быть с Тобой, я хочу быть с Тобой, постоянно с Тобой. И я счастлив, что я Твой, я так хочу Твоє имя, Ісус, постоянно твердить. В любой виде Твоє имя, Ісус, мне жизнь дарить. Когда я с Тобой, мое сердце покой, я хочу быть с Тобой, постоянно с Тобой. И я счастлив, я С Тобой, что я Твой. Столько проблем в этом мире бывали, их не решить, тебе заману. Я славлю все Иисуса, Він душу спас мою. За всі мої провини пролив, Він кровав свою. Я славлю все Иисуса, Він на кресті умирал. Из теми, а ви страшно, Він сам мене підняв. Из теми, а ви страшно, Він сам мене підняв. Я славлю все Иисуса, Втішає Він мене. Украй, где вечно радость, Він сам мене введе. Украй, где вечно радость, Він сам мене введе. Я славлю все Иисуса, За всі Його діла. Я славлю милість Божу, Вона мене спасла. Я славлю милість Божу, Вона мене спасла. Я славлю все Иисуса, В долині тут земні. І вірю буду жити, Деві купитель мій. І вірю буду жити, Деві купитель мій. Там в царстві всіх спасених, Я буду прославлят. Спасителя святого безвірну благо дай. Спасителя святого безвірну благо дай. Слава Господу, дорогі брати і сестри. Ми мали чудовий день сьогодні. Аминь. Ми сьогодні сидячи тут. Дні ми чули, як наші сестри молилися. Ви знаєте, ми дякуємо Богові за наших сестер. Що вони люблять Господа і моляться. Моя дружина запросила одну сестру. Моя дружина запросила одну сестру. Це Маршал. І мені вже передали, що вона дуже добре сьогодні говорила. Я зустрів одну сестру в дверах. Я питаю, чого твої очі такі червоні? Вона каже, якби ти побув з нами, то і твої почервоні. І вона каже, якби ти побув з нами, то і твої почервоні. Але я бачив, що всі сестри плакали. Ви знаєте, коли Дух Святий перебуває. Він розм'якшує серце. І люди починають плакати. І люди починають плакати. А коли вони починають плакати. Дух Святий починає сходити. Я хочу попросити сестру Маршал. Щоб вона вийшла, щоб ви всі побачили, вона багато трудиться по церквах. Також вона є учителька в библийній школі. Вона також вона навчає в библийній школі. Ви воно, сестра, будь ласка. Дякую. Дуже дякую за цю можливість бути з вами. Я не завжди розумію все, що ви говорите. Але ваш Дух є голосно говорить. Я одержав дуже приємне прийняття у вашій церкві. Особливо від сестри Ані і брата Давида. Від брата Адольфо і сестри Ольги. Ми мали прекрасну поїздку навіть коли вона була дуже довга. І мали прекрасну спільність з братами, які були з Небраски. Це важко повірити, але ми говорили цілих вісім годин нашої дороги. І коли ми приїхали до помашкання брата Давида, ми ще говорили більше. Ми мали прекрасний час з жінками. Ми мали частину цього, так? Ми мали частину цього, так? І я хотіла б сказати кілька слів до молодих. І багато з вас здається дуже молодо. Де хто з вас виглядає дуже молодо. І це є прекрасно, що цей збір має так багато молодих людей. Я маю піднесений дух і надію на цю молоду генерацію. Я вірю, що ми, як англійські церкви, може багато навчитися, як ви передаєте вашу віру вашим молодим, молодій генерації. Я хотіла б залишити для вас на загадку молитву, яку апостол Поломолився за ефесіантську церкву. Він сказав, я молюся, щоб очі вашого серця були заповнені світлом. Щоб ви могли знати його краще. І ви могли знати надію вашого покликання. І могли знати багатство його наслідня. І могли знати силу, що є даний нам, хто вірить. Та сама сила, що підняла Ісуса Христа із мертвих. І посадила його на висоті небес, на вищу всякого трону. І він все положив під ноги його. Для церкви. Щоб церква була біля нього. Я віру, що коли молоді люди зрозуміють надію їхнього покликання, вони ніколи не будуть більше блукати на стороні. Вони будуть мати ціль. Вони будуть мати пащінь. Ви знаєте, що це є? Бажання. Страстнуті за Господа. І коли ми зрозуміємо повноту нашого наслідтя. І усвідомимо силу, яка є доступна для нас, і приймемо це все з своє життя. Ми ніколи не будемо безсильне покоління. Ми будемо продовжувати йти вперед в царстві Божому. І всій день в цій генерації. Я благословляюся. Я благословляюся. Туже дякую, що буде приємно багато присутність з вами. Амінь. Дякую. Дякую, сестра. Це було чудово. І я почував випадку, коли ви говорили. Можна розповідати людину, яка є випадку. Бог благословить. Не треба багато, щоб відчувати. А Господь благословить. Дуже приємно, що ми можемо відчувати це благословення, це помазання, яким Господь помазає своїх служителів. Ми тепер послухаємо дует Толік і Юра Легкий співає дует. І після цього, я думаю, ми вже всі разом приймемо участь. Хай Господь благословить. Прошу, дует. О, мій очі, ти мене не прости. Що я плукав у темряві гріха. Батько, вернувся в твій блудний сир. Очі мене прийми. Співаю я тобі і дякую тобі за Сина Твого, за Христа. Ти нас простив, душі свільнив, в серце любов вселив. О, мій очі, ти мені дав миль. І життя, ти моє освятив. Білу обежу мені ти дав, Сином своїм назвав. Співаю я тобі і дякую тобі за Сина Твого, за Христа. І нас простив, душі свільнив, в серце любов вселив. Співаю я тобі і дякую тобі за Сина Твого, за Христа. Він нас простив, душі свільнив, в серце любов вселив. Він нас простив, душі свільнив, в серце любов вселив. Слава Господу! Я бачусь на вас, я бачу не іначе, ви всі хотіли б вийти співати. Але знаєте, Олег мені доручив, дуже важне завдання тепер, щоб я зробив. Я мушу вас всіх задоволити сьогодні. Чи це можливе? Думаю, що так, правда? Знаєте, я хочу вам дати всім нагоду сьогодні мати участь на цьому зігранні. Було б не добре, якби ви сьогодні поїхали і не брали участь, правда? Можливо, побіжалися, казали на другу конференцію не поїду, бо я не мав нагоди взяти участь. А тому ми сьогодні хочемо, щоб ви взяли участь у великому ділі. Щоб ви підтримали наше об'єднання, щоб ви допомогли вашими фінансами. І я віру, Господь вас благословит. Амінь. Амінь. А що і славо ви вірите в це? Знаєте, написано в слові, що по вірі все дається. І якщо ми хочемо бути благословені, то кажемо Амінь. Амінь. Хай Бог благословен. Я знаю, ви любите Бога, ви зробите це від серця. І як я сьогодні дні вже говорив, що наші пожертвування, які ми будемо збирати вже від цього вечора, це є на наше об'єднання. Ми дякуємо для нашої молоді, що коли вони мають зібрання молодих, вони також збирають. І це дають до нашої каси генеральної об'єднання. Тому давайте ми встанемо. В цей день славний я хочу збивати для Христа, про ласку, добрість і любов, проставлять Його ім'я. За це я хочу співати своїм слабим голосом, що в Ним у спільності бути своїм Ісусом Христом. О, за це в тебе славний душа моя, бо без тебе я сам жти, коли кіпель відчував. Дух сядеї часу робить сюрпризи для нас. Починаємо пісню, закінчуємо молитвою, або навпаки, як приємно, коли ми такі чутливі і готові йти за Його проводом. Хай, Господь, благословий. Ми послухаємо ще два номери. Ми маємо... Астанська Після Після Шор Субтитры подогнал «Симон» 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 Слава Господу за все, що ми сьогодні мали такий і маємо чудовий час Ви знаєте, нема кращого місця, як бути з Господом Амінь І я вірю, що ще Господь сьогодні має для нас чудове слово Еще будем молиться. Господь мает чудовое благословение. Только будь мы готовы принять. Я знаю, Господь сегодня хочет нас благословить. Сегодня для меня очень приятно представить пастора из Украины, из Винницы. Мает хорошую церковь, 1600 членов. Это Альфред. Фредерик. Ну, мы его тут прозвали Фред. Нам легче сказать. Мы очень рады за брата, и что брат есть с нами. И теперь брат послужит Словом. Хай Бог благословит. Спасибо. Добрый день. Дуже хотел поповедовать украинские слова. Але не буду лекать вас. Я буду переведен на русском языке. Я думаю, что вы будете понимать. Я предлагаю вам большой привет из города Винницы, где я живу со своей семьей. У меня жена, она тоже, она украинка. И у нас четверо детей. И воистину сердце мое и жизнь моя стала тесно привязана с Украиной. И что не ожидали столько украинцев встреч здесь в Канаде. Это действительно Божья благодать и Божья милость. Я верю, что среди нас есть люди здесь, которые Бог будет очень сильно использовать. Да и то, как вы не ожидаете. Я хотел бы прочитать с вами Евангелие от Иоанна, 11 главы, из первого стиха. И я буду читать некоторые стихи. И в основном проповедь моя будет основана на этом местописании. Давайте мы помолимся. Отец Небесный, я благодарю Тебя и славлю Тебя, Господь, за то, что Ти так возлюбил Свой народ, что дай нам милость и благодать, чтобы мы познали Тебя. Господь, только Ти тот, который мог совершить такое дело, Господь, в наших сердцах. И мы здесь, Господь, в ожидании. Мы благодарим за те слова, которые мы уже слышали, за песни, за прославление и за молитвы, Господь, которые будут вознесли Тебя. Боже, я прошу, благослови нас еще и пусть Твоя воля исполнит в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо, Вместе с вами. Евангелие от Иоанна, 11 главы, первых стих. Были болен не кто Лазар из Ифании, исцеление, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазар был болен, была та, которая помазала Господа миром и отверла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот кого ты любишь болен. Иисус, услышав то, сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазара. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на том месте, где находился. После этого сказал ученикам, пойдем опять Иудею. Ученики сказали ему, прави, давно ли Иудею искали побить тебя камнями? И ты опять идешь сюда? Иисус отвечал, не двенадцать ли часов во дне? Кто ходит днем, тот не спотекается, потому что видит свет мира этого. А кто ходит ночью, спотекается, потому что нет светов с ним. Сказал это, говорит им потом, Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновения. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый близне, сказал ученикам, пойдем и умиром с ним. Иисус пришел, нашел, что он уже четыре дня в гробе. Я думаю, что большинство из нас знает эту историю, поэтому я не считаю до конца. Но хотел бы на основании того, что мы прочитали, говорить сегодня о силе Иисуса Христа, который может воскресить каждого из нас. Среди нас люди разного возраста, но в основном здесь молодежь. И я уверен, что это слово поможет вам, чтобы та сила Божия, которая внутри вас, она могла открыться. Написано, что был болен некто. Был болен некто. Но дальше мы считаем о том, что этот некто, который был болен, это был человек, которого Иисус очень любил. И написано здесь, что сестры Лазара послали к Иисусу. И когда эти посланники пришли, у них было очень короткое послание. В этом послании было всего пять слов. И шесть слов. Господи, вот кого ты любишь, болен. Господи, вот кого ты любишь, болен. И эти слова сегодня и актуальны для нас сегодня. Сегодня тех людей, кого Бог очень любит, болеют. И речь идет не просто о физической болезни, но о духовной болезни. Сегодня мир болеет. Библия говорит нам, что так Бог возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы каждый верующий в Него не погиб, но не жизнью вечную. Бог любит мир. Иисус любит мир. Иисус не только церковь любит, но Иисус любит мир. Но мы все с вами согласны с тем, что мир болеет. И серьезно болен этот мир, в котором мы живем. Библия говорит нам, что Бог отдал Своего Сына Единородного, Который своей жизнью искупил для себя церковь. Иисус любит церковь. И написано, что мужья любили свою жену, как Господь возлюбил церковь. И, к сожалению, сегодня и церковь тоже не совсем здоровая. Церковь тоже болеет. Но, знаете, самое интересное, которое в этом есть, то, что написано, Господи, вот кого Ты любишь, болеет. Возникают вопросы иногда у людей. Может ли человек страдать и мучиться, если его любит Господь? Являются ли страдания и мучения признаки того, что Божья любит человек? Нет, мы видим, что те, кого Иисус послал, они никак не сомневались в том, что Иисус любил Лазера. Они говорили, Господи, вот кого Ты любишь, болеет. Мы не знаем, и мы не можем все объяснить, почему те, кого Бог любит, болеет. Но сегодня я хочу больше говорить о духовной болезни, которая болеет тело Иисуса Христа. Духовной болезни, которая болеет людей, которые Господь возлюбил. И как мы можем выйти из этой болезни? Если сегодня мы должны были молиться о самой короткой молитве, которая необходима, чтобы сила Божьей сошла к нам, то я думаю, что эти слова подошли бы. Господи, вот кого Ты любишь, болеет. Вот кого Ты любишь, болеет. Написано, что когда Иисус услышал эти слова, что Он пробыл два дня на том месте, где Он находился. Это очень интересно, потому что перед этим мы считаем, что Иисус же любил Мафу и сестру ее, и Лазера. Вся эта семья была очень дорога Иисусу Христу, сердцу Иисуса Христа. Так же, как сегодня твое сердце очень дорого Иисусу. Твоя жизнь очень дорога Иисусу. Сама твоя судьба очень дорога Господу Иисусу Христу. И тот факт, что мы болеем, это не оставляет Его в равной душе. Ему не все равно то, что с нами происходит. Хочу сказать одно, что Бог знает нашу жизнь. Бог знает, через что мы проходим. И Бог знает те планы, которые Он имеет для нас. И Библия говорит о том, что Он говорит, что Он знает, какие планы Он имеет для нас. Планы, которые на добро, которые на благо нам, не на зло. Бог любит нас. Но мы должны признаться в том, что что-то не то, что-то не так. Что-то должно измениться. Бог любит нас. И Бог желает изглевать свою любовь к нам. Но порой в нашей жизни мы видим вещи, которые не соответствуют тому, если Бог любит нас, то почему так должно быть в нашей жизни. Когда Иисус услышал, написано, что Иисус любил Мафу и сестры ее и Лазаря. Когда же услышал, что Он болен, то пробил два дня на том месте, где находился. По-человечески говоря, эти места в Писании, они должны были бы звучать по-другому. Что Иисус, мы могли бы так говорить, Иисус любил Лазаря, Мафу и сестру ее. Поэтому, когда Он услышал, что болен Лазарь, то Он быстро побежал, оставил все и пошел к Нему. Но это не так. Написано, что когда Иисус услышал, что Лазарь болеет, Он остался на том месте еще два дня. Несмотря на то, что послание было экстренное, послание было очень срочное, но тем не менее, мы видим спокойствие нашего Господа Иисуса Христа. И также сегодня мы можем замечать, мы можем не видеть какое-то, ощущать ничего. Мы можем не понимать чего-то такого сверхъестественного в нашей жизни. Мы поняли одно, что Бог совершенно по-другому реагирует на ненормальные вещи, чем мы люди реагируем на ненормальные вещи. Бог совершенно по-другому относится к ненормальным вещам в жизни тех людей, кого Он любит. Чем мы к этому относимся, церковь? Поэтому нам нужно понять одно. Тот факт, что может Бог сейчас не бежит, не сходит с неба, не потрясает, не трясет всю эту землю, не означает, что Ему все равно. Его любовь, это есть постоянство, она никогда не изменяется. Бог любит нас. Иисус Христос любит тебя. Иисус любит тебя больше, чем даже ты можешь представить себе. И когда Иисус услышал об этом, мы не знаем, почему Он остался в том месте, где Он находился. Но тем не менее, после определенного времени, Он приходит к Своим ученикам, и Он говорит им, пошли теперь к Лазеру. Идем к Нему. И ученики спрашивают Его, Господи, недавно людей хотели тебя убить. Как же ты говоришь сейчас, что пойдем туда к Ним? Иисус Христос отвечает, и Он говорит, есть 19 часов днем. И если кто ходит ночью, то спотекается, потому что нет с Ним света. Он дал им понять, что есть времена. Так же, как у нас есть день и ночь, у Господа есть свой день и ночь. И, братья и сестры, сегодня я хочу сказать о том, что ночь уже проходит, и день приближается. Ночь приходит к концу, и день приближается. Возможно, какое-то бездействие, может, мы замешаем в жизни церкви, или в духовной жизни христианского мира. Какого-то, может, застоя мы замешаем. Но если пророчество, сказанное всеми пророками, есть истина, и если Слово Божие есть верное, то мы имеем все основания сказать, что день уже стал намного ближе, чем было пару лет назад. Что Господа стал близко, чем это было пять лет назад. Молодежь, я хочу сказать, что вы живете в очень особенное время. Мы с вами находимся в самое благоприятное время, которое когда-либо было. Если бы кто-то должен был воскреснить из мертвых, из тех, кто умерли 50 лет назад, они бы были в большом удивлении от того, что происходит в этом мире. Мы с вами не замечаем это, но времена меняются. Уже проходит старая система, и Божье Царство приходит. Будет то, что Господь говорил, и люди не остановят его. Я же, мы поняли одно. Мир этот не остановит нашего Господа Иисуса Христа. Я хочу дать вам надежду, молодежь. Я хочу, чтобы вы поняли, что есть надежда в Божьем Слове. Сегодня, может, очень мрачно в этом мире. Сегодня то, что мы слышим и мы видим, кажется, беззаконники, а не царствуют. Кажется, зло становится больше и больше и больше и больше. Неневесть к нашему Господу Иисусу Христу становится еще больше и больше и больше. Правители, государства, президенты уже не скрывают свою неневесть к христианству. Но я хочу сказать о том, что точно так же, как неневесть иудеев не остановила Иисуса Христа, неневесть этого мира не остановит Иисуса Христа. Неневесть правителей мира сегодня не остановит. Неневесть людей, живущих в Канаде, в Америке, в Украине, в России, в Африке, не остановит Господа нашего Иисуса Христа. Потому что день уже пришел. Он спешит к тому, кого любит. Он спешит к тебе. Он спешит к твоей жизни. Бог знает, что происходит в нашей жизни. Бог знает, какие проблемы, которые проходят, где проходят свои церковь. И поймите одно, что его проблема не была, проблема не в том, что этот мир, то, что происходит, проблема у него одна. То, что беспокоит его сердце. Есть народ, за который он умер. Который он отдал свое сердце, отдал свою жизнь. Библия говорит нам, что люди говорили, что Иисус, что Лазарь умер. А Иисус Христос говорит, что Он уснул. Ученики Его думали, что Он говорит просто о сне. Он говорит, нет, Он умер. Но то, что называют смертью, Я называю сном, говорит Господь. То, что называют безвыходностью, не обязательно безвыходность для Иисуса Христа. Сегодня, может, мир проживает кризис. Может, говорим, что очень трудное время, в котором мы живем. Но давайте посмотрим расписание Божие. Расписание Божие, это не может быть какое-то трудное время, или какое-то самое опасное время. Но расписание Божие, это есть время благоприятное, в котором мы находимся. Мы должны начинать менять свой лексикон и менять свое понимание. Чтобы мы могли понимать, как Господь Иисус понимает. Он говорит, Лазарь уснул. Они говорят, может, он уснул, обыкновенно уснул. Он говорит, нет, вы это называете смертью. Но я это говорил вам, чтобы вы могли понять. Лазарь уснул, я иду разбудить его. То, что может быть самая безвыходная ситуация для Господа, это может быть только возможность проявлять свое чудо. Любое чудо и любое пробуждение и любое изменение в обществе, начиная с того, что какая-то безвыходная ситуация, какой-то кризис в жизни людей, какие-то проблемы, которые не могут найти выход. Поэтому мы, которые живем в это время, наше поколение имеет самую прекрасную возможность увидеть силу Господа нашего Иисуса Христа. Аминь. Иисус пришел и написано, что когда Он пришел, Он нашел, что Он уже четыре дня в гробе. Когда Иисус пришел в Ифании, написано здесь, что Он нашел, что Лазарь уже четыре дня находится в гробе. Я хочу обратить ваше внимание, что написано здесь, что Иисус нашел. Это слово, которое переведено здесь как «нашел». Некоторые переводы, например, как в английской Библии или в оригинале, то есть самое слово можно перевести как «Иисус узнал». Иисус пришел, узнал, что Лазарь находится четыре дня в гробе. Это очень важно, чтобы мы обратили внимание на это. Дело в том, что Бог уже открыл Иисуса Христу, что Лазарь умер, как мы уже с вами об этом читали. Бог открыл Иисусу уже о тех проблемах, которые уже случилось с Лазарем. Бог знал, что Лазарь уже умер, что его нету живых. Это не было новость для Иисуса, что Лазарь умер. Но когда Он пришел в Ифанию, было для Него неожиданность, если можно так говорить. Было для Него открытие, Он нашел, что Лазарь находится в гробе четыре дня. И об этом я хочу говорить сегодня. Проблема с церковью не с тем, что может происходить сегодня. Проблема с церковью не с тем, что может какие-то грехи или какие-то нехорошие вещи в жизни происходят. Но проблема в том, что мы все это положили в гроб. Проблема в том, что мы все это похоронили. Дело в том, что... Что такое гроб? Гроб для человека означает, что это уже все конец. Сестры Лазара, когда Лазарь умер, когда Лазарь заболел, они послали за Иисусом. Они в отчаянии ожидали того, что Иисус придет и исцелит своего брата Лазара. Они имели веру, что Иисус может прийти и исцелить Лазара. Но когда они ждали, ждали, Иисус не приходил. Они решили, что если Иисус уже не пришел, и Лазарь умер, то надо уже похоронить. И когда они хоронили Лазаря, вы знаете, как они хоронили в те времена? В пещере. Потом большой камень, который закрывает эту пещеру. И когда они хоронили Лазаря, они говорили, что все уже, никто уже ничего не сделает, ничего не изменится. И они закрыли это в этом гробу. И этим они уже опустили свои руки. Этим уже они сказали, что все, точка, ничего не изменится. Но у Бога были совершенно другие планы. Иисус Христос сказал, эта болезнь не к смерти, но к славе Божьей. Когда он услышал об этом, о том, что Лазарь заболел. Но сестры Лазаря, когда Лазарь умер, они приняли, что эта болезнь к смерти. Это подтверждает их действия, их поступки, как они поступали. Но Божий план был то, что эта болезнь не к смерти, Господь говорил, но к славе Божьей. А они приняли, что если Лазарь умер, значит, это конец уже. Возможно, сегодня мы можем смотреть на свое состояние, на свою жизнь. И мы можем думать, что все уже. Я пастор, поэтому я знаю, о чем я говорю. Существует много христиан в церквях наших, много верующих. И среди нас сейчас есть многие такие люди, которые те вещи очень дорогие в вашей жизни, очень ценны в вашей жизни, а которые когда-то вы искали лицо Божье, как сестры Лазаря. Вы искали Господа, ожидали, что Господь это изменит. Вы хотели большего от Бога. Но когда, как бы Бог медлил, и Он не приходил, когда время стало как-то слишком поздно, как для вас, все это вы закрыли гроб, и вы закрыли его. Библия очень много говорит о гробах. Иисус Христос говорил Сам в Своих проповедях о двух типах гробах. Первое, что Он говорил, написано в Евангелии от Матфея, 23 главе, 27 стих, где Господь, разговаривая с фарисеями, Он говорил им, Евангелие от Матфея, 23 главе, 27 стих, «Горе вам, книжники и фарисеи, и лицемеры, что уподобляйтесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полникосы мертвых и всякой нечистоти. Когда что-то умирают и хоронят, эта вещь гробу тлеет, гниет. Когда что-то умирает и закрывает гробу, оно тлеет, оно распадается, оно разрушается. И в гробе самые некрасивые вещи, самые ужасные вещи. Иисус говорил фарисеям, горе вам, потому что вы снаружи, вы очень все красиво у вас. Горе вам, книжники фарисеи, лицемеры, вы уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, и внутри полникосы мертвых и всякой нечистоти. Я хочу, прежде всего, говорить сначала об этом типе гробов, который Господь Иисус говорит здесь. Так же, как в древнем Израиле Иисус увидел в обществе окрашенные гробы, так и сегодня в Церкви Божьей, к сожалению, есть много окрашенных гробов. Что такое окрашенные гробы? В твоей жизни пришла проблема, в твоей семье пришла проблема, но мы делаем вид, как бы все нормально. Мы все приходим в Церковь, очень порядочными, приходим в Церковь, очень хорошими, слава Богу, аллилуйя, мы молимся, а внутри все гниет, внутри боли, внутри проблемы. Мы перестали искать Господа Бога таким же образом, как сестры Лазера перестали искать Иисуса Христа. Мы закрыли все в гробу. Вы знаете, если вы видели кладбище, очень часто кладбище, особенно в Украине, тут у вас кладбище очень скромное, особенно в Украине, укращают кладбище, святые, строят очень дорогие памятники, очень много денег влаживает в то, чтобы человека хоронить. Но самый парадокс в том, что то, что хоронят, это есть что-то дорогое. Эти сестры похоронили своего дорогого брата, единственного, кто у них был, Лазер, они похоронили его, и они украсили этот гроб. Они, может, положили цветы на этот гроб, но внутри там был их брат, который гниет. Когда мы скрываем проблемы в нашей жизни, вместо того, чтобы искать лицо Божие, только Господь знает, что в жизни происходит семья. Родители, вы знаете, что в жизни ваших детях происходит. Вы знаете, через что они проходят, но вы не хотите, чтобы другие об этом знают. Поэтому вы стараетесь, вы прилагаете всякие усилия, чтобы никто не знал. Не дай Бог, чтобы кто-то узнал об этом. Но этот, который мы закрываем, оно гниет. И если мы закроем его дальше, оно распадается и разрушится, мы должны дать Господу возможность. Бог любит нас, Бог спешит к нам, Бог приходит к нам. И если неневесть мира не остановит Господа, то мы можем остановить Господа Иисуса Христа. Мы должны быть открытиями сегодня, мы должны быть искренними друг к другу сегодня. Какой толк из того, что мы можем приходить в церковь? Если мы приходим в церковь, лишь бы для того, чтобы показать, какие мы хорошие и какие мы прекрасные. Иисус Христос говорил о других видах гробах. Евангелие от Луки 11 главе 44 стих. Он говорил, горе вам, фарисеи, что вы как гроби скрытие, на котором люди ходят и не замечают того. В Израиле гробы все должны были окрашены, для того, чтобы люди могли хорошо замечать этот гроб, даже если далека. Потому что духовный закон гласит так. Если кто-то прикасается к гробу или к чему-то мертвому, то он оскверняется. И тогда такой человек должен пройти через какой-то ритуал очищения. Семь дней он должен очиститься. Поэтому все гробы окрашивали. Но представь себе гроб, который не окрашенный, который не отмечен, как гроб. Нет никакого памятника на нем. И люди спокойно ходят по этому гробу. Они оскверняются, они обесчистиваются, но они не замечают того. Они даже не знают это. И бывает в этом случае, такие объекты в Израиле были очень опасные объекты. Почему? Потому что из-за нечайного осквернения человек даже не заметил. Он осквернил себя. Он даже не видел это. Поэтому он не очистился. И потому что он не очистился, Божье присутствие может покинуть народ. Покидать страну. Это было опасно для народа во время войны. Это может быть причиной какой-то засуха, голода или чего-то еще негативного. Поэтому также гробы, которые были даже вне города, но все равно их раскрасили, чтобы люди могли видеть. И опасны были скрытия гробы. К сожалению, сегодня среди народа Божьего не только окрашенные гробы, но среди народа Божьего также и скрытие гробы. Все снаружи может казаться как бы ничего, ничто и не заметно, но в самом деле внутри опасности. Только Бог знает, что это за каждого человека. Только Бог знает, что внутри нас происходит. Но сегодня не секрет каждому, что церковь, которого Иисус Христос любит, болен. И нам нужен сегодня воскресенье. Нам нужно исцеление. Нам нужна сила Божья. Бог может использовать молодежь. Не имеет значения, сколько лет. Не имеет значения, сколько тебе лет. Не имеет значения, 15 лет, 19 лет, 14 лет, 17 лет. Не имеет значения. Бог использовал Давида, когда он еще был подростком. Он был ответом для Израиля. Самый критичный момент жизни Израиля. Бог поднял этого молодого человека. Но если мы не будем открывать, начисать себя пред Богом. Братья и сестры, Слово Божье говорит нам о том, что если мы говорим, что мы не имеем греха, то мы обманываем самого себя. Он знает, что в нашей жизни, но ждет от нас, чтобы мы открывались. Бог хочет, чтобы мы открывали сердца перед Ним. Должно быть истинное покаяние. Должно быть истинное раскаяние в церкви. Тогда Господь придет в нашу жизнь. Бог придет и изменит нас. Он разрушит всякие оковы, которые удерживают нас. Проблема у Господа не болезнь. Проблема у Господа не те грехи, как в нашей жизни. Проблема у Господа есть наше отношение к тому, что происходит сейчас. Когда Иисус пришел в Ифанию, в том месте, где Лазарь жил, где его похоронили, написано, что сестры его встретили Иисуса и говорили ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, отдаст тебе Бог. Иисус говорит ей, воскресенье, брат твой. Марфа сказала ему, знаю, что воскресенье в последний день. Иисус сказал ей, я есть им воскресенье и жизнь. Верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий, верующий в меня, не умрет вовек. Веришь ли этому? Иисус говорит Марфе. Марфа говорит, я знаю, мой брат воскреснет. Иисус говорит, твой брат воскреснет. Она говорит, я знаю, воскреснет. Воскресенье, последний день. Иисус говорит, нет, ты не то имеешь в виду Марфа. Я есть им воскресенье и жизнь. Я и сегодня есть, не последний день. Я хочу, чтобы мы поняли, что мы говорим, когда мы собираемся, мы молимся Богу, мы молимся живому Богу. Когда мы славим Бога, мы славим живого Бога. Когда мы величаем Бога, мы величаем живого Господа Бога. Это не то, что Он велик на небесах. Это не то, что Бог когда-то был чудесным Богом, но Он и сегодня есть Господь. Вчера, сегодня, вовеки Иисус Христос никогда не изменяется. Марфа говорит, я знаю. Иисус говорит, нет, ты не знаешь. Марфа говорит, я знаю воскреснет когда-то. Иисус говорит, нет. Я есть им воскресенье и жизнь. Вы знаете, наша вера может отличаться от веры Божьей. Мы можем знать, но не знать, так как Бог хотели, чтобы мы знали. Бог хочет, чтобы мы знали, что Его сила способна проявляться и сегодня среди нас же. Бог хочет, чтобы мы знали, что Его Дух Святой и сегодня может действовать. Не пятидесятницы, которые были когда-то, а пятидесятницы, которые были в твоей жизни. Бог хочет, чтобы ты был в огне Духа Святого. Бог хочет, чтобы ты был в силе Духа Святого. Да, мы говорим сегодня, очень трудный момент. Молодежь говорит, ну вы не понимаете, мы просто живем в другое время. Сегодня у нас мы не так, как ваш мир. Сегодня все по-другому. Но Иисус же не изменился. Бог, Божья сила такая же, как была двести лет назад, так и сегодня. Если те могли преодолевать искушение, которое было в их дни, то они могут, те вы, мы можем сегодня также преодолевать искушение, которое есть в наши дни. Потому что Он дает нам достаточно силу. Он и сегодня есть. Он сегодня есть сила, которая способна воскрестить всякое мертвое, которое среди нас есть. Когда сестры разговаривали с Иисусом, в это время Мафа уже послала за Марию. И написано 30 стих. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила Его Мафа. Иудеи, которые были с ней в доме и утешили ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за ней, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, пришедшая туда, где был Иисус, увидевший его, пала к ногам его и сказала ему, «Господи, если бы ты был здесь, не умею бы, брат мой». Иисус, когда увидел ее, плачущий, и пришедший с ней иудеев, плачущий, сам воскрепил духом и возмутился. И сказал, «Где вы положили Его?» Говорят Ему, «Господи, пойди и посмотри». Вы должны видеть эту обстановку в Ифании, когда Иисус пришел. Все собрались в доме Марфа и Марии, и все утешали их, все плакали вместе с ними, все выражали слова утешения, соболезнования, все пытались что-то сказать им, чтобы сказать им, чтобы они забыли о своем горе. Все пытались делать что-то, чтобы они уже не думали о брате, который умер. Все пытались делать что-то, чтобы они забыли о боли своем. Но когда Иисус пришел, написано, что Он даже не вошел в селение, Он даже не вошел в дом, Он не пошел туда, где все сидели и утешали этих сестр. Он спросил, где вы положили Его? Он искал, где есть сама проблема. Где вы положили Его? И они говорили, Господи, пойди и посмотри. И Он прослезился, Он плакал, Он почувствовал то, что они чувствовали, их боль, их страдания. Это было Его сострадание. Одни люди стояли рядом и говорили, неужели тот, который слепым глаза открывает, не может открывать? А другие говорили, смотри, как Он любит Его. Это было воистину слезы сострадания и слезы любви от Господа нашего Иисуса Христа. И сегодня Он спрашивает тебя, куда ты положил Его? Я знаю, тебе трудно. Я знаю те проблемы, которые были в твоей жизни. Я знаю тот момент и ту минуту, когда ты упал. Я знаю тот момент, когда ты согрешил. Я знаю тот момент, когда ты делал то, о чем твой пастор до сих пор не знает. Я знаю тот момент, когда ты начал поступать по тому, как никто в церкви не угадывает. Я знаю тот момент, когда это произошло. Я знаю эту проблему. Ему известно это, но куда ты положил его? Почему ты скрыл его? Куда ты положил его? Бог хочет идти прямо туда, где эта проблема. Вы понимаете, когда люди утешают, они утешают по-другому. Они говорят, давайте об этом не будем говорить, давайте забудем про это. Они говорят, давайте не будем ранить тебя, мы не хотим тебя ранить. Это было неприятно, снова идти туда в гроб. Вы знаете, почему кладбище всегда строят далеко за городом? Потому что мы хотим забыть, мы не хотим говорить о неприятностях. Мы не хотим говорить о вещах, о которых мы уже забыли. Но Бог знает, что если мы не вернемся назад, к тому времени не будет настоящего воскресенья. Сегодня Иисус пришел, Он хочет дать тебе настоящее воскресенье. Он говорит, хватит уже. Он говорит, я знаю, тебе дорог твой лазер. Твой дорог, то ценное внутри твоей жизни, которое разрушенное. Он знает, когда-то у тебя было желание служить Богу. Он знает, когда-то ты был живым. Ты стремился, ты искал Господа. А сегодня все мертвое. Сегодня все подобное на окрашенные гробы. Все красиво. Когда ты приходишь на кладбище, ты видишь такой порядок. Такая тишина, такая красота, казалось бы. Но там под землой боли людские. Там под землой слезы людские. Там под землой скорби людские. И зайди в любой церковь сегодня. Какой порядок. Какие красивые песни мы поем. Какие красивые молитвы мы молимся Богу. Как все хорошо. Но взгляни глубже. Узнай побольше. И ты увидишь то, что огощает Господа Бога. Кости, которые гниют. Однажды Бог вывел пророк языки. Введение в духе. Языки 37 главы. И он вывел его в духе. И он показал ему поле сухих костей. И он сказал ему сын человеческий. А живут ли эти кости? Пророк говорит, Господи, ты знаешь. Потому что ситуация была больше, чем безвыходная. И чтобы не сказать не то. Господи, ты знаешь. Кости не просто сухие, но и отторваны друг от друга. Требует миллионы, миллиарды долларов, чтобы делать анализ ДНК. Чтобы знать, что кому принадлежит. Господи, ты знаешь. Столько беспорядок. Столько обид в циквях. Столько раней в циквях. Столько зависти в циквях. Столько лицемерия в циквях. Столько притворства в циквях. Столько зла в наших домах. Столько зла в наших комнатах. столько непонятных вещей, которые происходят. Господи, Ты знаешь. Ты знаешь, Господи. Бог говорит, пророчествуй этим костям. И Он начал пророчествовать. Говорит, пророчествуй им. И кости наши, присоединяются костям. Потом плод начал присоединяться к этим костям. Потом Дух Божий сошел. И написано, что поднялся великое почище. У Бога есть армия. Но эта армия должна воскреснуть сегодня. Ты армия Божья. Бог говорит, пророк язык, сын человеческий. Кости эти. Весь дом Израила. Он говорит, это весь дом Израила. Это была духовная картина израильского народа. Снаружи все было по-другому. Они женились, выходили замуж, кушали. Снаружи все было впорядочено. Они привыкли к нормальным вещам. В то время, это было время, когда сам язык жил в плену. Давно уже ушла та слава, которая была во дни Соломона. Та слава, которая была во дни Давида. Они уже не мечтают, вернувшись назад к своей земле. Они говорят, иссохли кости наши. Надежды нашей больше нет. Но Иисус, и Бог говорит через пророка, оживут кости мертвые. Говорит, Господь говорит, я открою гробы ваши. Я открою гробы ваши. Почему гробы? Если он видел эти кости, что они разбросаны по полю. Потому что, в самом деле, они стали как гробы. В жизни они стали как гробы. Они притворялись. Не было видно. Все было порядочно. Все было красиво. А внутри был мир. Армия Божия сегодня встанет. Бог воскреснет свою армию. Но должно быть, прежде всего, гробы должны открыться. Поэтому Иисус повел Марфу и Марии там туда, в гробу. И когда они пришли туда, Он сказал, отвали камень. И сестра Лазарь говорит, Господи, только не это. Оно смирдить. Оно тлеет. Оно неприятно. Господи, только не это. Говорит, открой. Господь, как я открою? Я нарушу табу. Я нарушу обычай. У нас об этом не говорят. Господи, никто об этом не должен знать. Господи, ты некрасивый. Мне не будут уважать после этого. Но Иисус стоял и ждал. Если откроет Марфа, ее брат воскреснет. Если она не откроет, ради уважения к людям. Ради престижа людской. Ради того, чтобы эта внешняя красота и порядок. Ее брат сгниет в этой могиле. И она, вопреки всему того, что люди скажут, что случится после этого? Она открывает гроб. И когда он открыл гроб, Иисус подошел ближе. Возможно, все люди, которые были ближе, они испугались. И ошелкнулись. И бежали назад. Отбежали от гроба. Зрелище было ужасное. Но Господь подошел ближе к гробу. Посмотрим, все взяли платки свои. И закрыли нос. Чтобы не видеть. Но Иисус подошел и открыл уста свои к Божию. Я благодарю тебя. Сегодня Бог дает тебе пророческое слово. Чтобы я открыл свою жизнь перед Ним. И всякая нечистота, и всякая грязь, и все, что не угодно Ему. Всякий боли, обиды, всякие лицемерия, всякий скорбь, который есть. А смотри, ты приходишь в церковь, но твоя любовь уже больше в церкви нет. Ты ходишь в церковь, но у тебя столько непрощения к братьям и сестрам. И мы ходим, говорим, слава Богу, слава Богу. А в самом деле мы сплетничаем друг от друга. Мы унижаем друг от друга. Мы не любим друг друга. Сегодня давайте откроемся. Откройся перед Богом. Да, может кто-то будет смеяться над тобою. Но я скажу тебе одно, что Иисус подойдет ближе. Может кто-то будет унижать тебя, но он будет благодарить Отца за твою открытость. То ты откроешься, слушай, сердце, перед Богом. И твой лазер воскреснет из нотвих. Твои нотвии воскреснут. Твоя жизнь воскреснет. Самое дорогое, что в твоей жизни, которую ты захоронил. Когда ты не побоишься открыться перед Богом, Бог придет в твою жизнь. Молодежь, я сейчас скажу вам одно. Я пришел к Господу Иисусу Христу, когда мне было 15 лет. Сознательно пришел к Богу. Для этого ходил в церковь. Ходил. Мы много чего нас учили, религиозно воспитывали. Но 15 лет я пришел сознательно к Господу Богу. Я скажу вам, подростковые годы. Это было годы скушения. И не скажу, что я был таким идеальным, что так было, все прекрасно. Но самые драгоценные времена в моей жизни были те дни, когда я мог скушаться перед Богом моим. Когда я плакал. Когда мне было все равно шоу, скажут мне мои сверстники. Когда мне было все равно, скажут мне мои друзья. Самые драгоценные времена. Это был тот момент. И сегодня я уже не молодежь. Может, мне уже не то возраст, не 15 лет. Я вырос. Но я благодарю Бога за те дни. Потому что его рука касалась ко мне. И я не был таким же, как сегодня. Бог знает твоя привязанность к грязным вещам в интернете. Бог знает твоя привязанность к ужасным вещам. Вещи, о которых твои пастыри знают. О которых я не догадываю в отечественной церкви. Но ты знаешь об этом. Конечно, в воскресенье никто об этом не догадываешь. Но Бог знает, что ты умираешь и все гниет в твоей жизни. Бог говорит тебе, сегодня открой этот гроб. Открой этот гроб. Это не его планок, чтобы мы положили в гроб. Он говорит, Лазарь уснул. Мы идем разбудить его. Лазарь уснул. Мы идем разбудить. А почему они положили в гроб? Потому что они не ожидают, что он придет разбудить. Бог пришел сегодня. Он говорит, выведи все из этой гробы. Открой этот гроб. Всякий гроб скрытый должен открыться. Всякий гроб окрашенный должен открыться. И тогда Господь Иисус Христос сойдет к нам и изменит нас. И сила Его придет к нам. И что-то будет. Когда язык пророчествовал этим костям, которые разбросаны. Написано, что потом он увидел, что поднялся порчище. Армия великая. И эта армия великая. Это была армия Израиля. Это была Божья армия. Пораженные врагами. Пораженными обстоятельствами. Его сердце болело. И сегодня Его сердце болело за Его армию, которая поражена. У Бога больше никого нету. Кроме Его церковь, за которую Он отдал свою жизнь. У Иисуса Христа больше никого нету. Парламент страны не сможет проповедовать Евангелие. И не будет проповедовать Евангелие. Страны не будут проповедовать Евангелие. Своими бюджетами не будут финансировать. Все, что Бог имеет, это ты и я. Все, что Бог имеет, это ты, церковь. Тебе Господь хочет использовать. И если Он найдет, если даже тебе всего лишь 19 лет, 15 лет, Он будет использовать. Когда вся Израиль погрязла в грехах. Из-за чего враги держали их рабстве. Бог поднял Давида. Давида. Молодого Давида. Гуляв смеяться над ним. Гуляв, вы говорите, что я собаку, чтобы к нему такого приводить ко мне. Но это было Божье оружие. Те Его оружие сегодня. Тебя Господь завез сейчас. Бог говорит тебе, хватит уже притвориться. Хватит уже. Мы сегодня, церковь, мы настолько чувствительны к мнению друг друга. Мы настолько чувствительны к тому, что скажут друг друга о нас. Нас уже больше не интересует, что скажет Господь. Давайте на мгновение начнем думать, а что Господь говорит о нас сегодня. Иисус плачет. Он плачет за Лазаря. Он плачет, что они положили его в гроб. Куда вы положили его? Господи, пойдем. Он плакал. Он плачет сегодня. Он плачет не потому, что ситуация безвыходная. Он плачет, потому что мы все это закрыли в гробу. Пусть откроются гробы. Я скажу вам одно. Бог способен открыть любой гроб. Когда Иисус воскресли из мертвых, Он сам открыл свой гроб, и Он вышел оттуда. Но когда Он стоял у гробы Лазаря, Он говорил, Марфа, ты отвали этот камень. Мария, ты отвали этот камень. Потому что мы должны отвалить камень, а Он воскресил наших мертвых костей. Ты должен отвалить этот камень сегодня. И пусть это слово сегодня войдет в ваш сердце. Пусть ведь сегодня, сами все равно, что люди скажут. Пусть будет дорого для тебя то ценное, которое Бог даровал тебе. Который однажды умер из-за какой-то греха, из-за какое-то непорядочное действие. Пусть оно станет ценно. И дай Бог доступ к этим сухим костям. И сухие кости оживут, потому что Богу все возможно. Давайте мы встанем сейчас. О Господи, мы приходим к Тебе сегодня. Если говоришь, что не имеем греха Господь, не обманывая самого себя. Твоя услуга ведь, если исповедие грехи наши. Кром Иисуса Христа, Сына Бога. 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 Христа, Сына Бога. Кром Иисус Христа, Сына Бога. Христа, Сына Бога. Мы хотим идти в твои святые люди, святые, для того, чтоб прославлять имя Твое, подлонять нас любви. Песня, Господь и дожестой, к Дому и Елюя, и в святые люди, щепрославлять имя Твое, подлонять нас любви. Песня, Господь и дожестой, к Дому и Елюя, и в святые люди, щепрославлять имя Твое, подлонять нас любви. Песня, Господь и дожестой, к Дому и Елюя, и в святые люди, щепрославлять имя Твое, подлонять нас любви. Песня, Господь и дожестой, к Дому и Елюя, и в святые люди, щепрославлять имя Твое, подлонять нас любви. Песня, Господь и дожестой, к Дому и Елюя, и в святые люди, щепрославлять имя Твое, подлонять нас любви. Песня, Господь и дожестой, к Дому и Елюя, и в святые люди, щепрославлять имя Твое, подлонять нас любви. Песня, Господь и дожестой, к Дому и Елюя, и в святые люди, щепрославлять имя Твое, подлонять нас любви. Песня, Господи, мы перед Тобою теперь, Господь, мы прославляем Твое, святые имя, Песня, Господь и дожестой, Яки є подальцю, в недарко. Песня, Господь, мы прославляем Твое, святые люди, нас любви. Песня, Господь и дожестой, а air доверять нас любви. Песня, Господь, мы прид guarнимшие люди, щепрославия, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok